Вы хотите начать SEO-продвижение сайта и не знаете, сколько это стоит? Как правильно выбрать исполнителей, которые действительно продвинут ваш сайт? Я, Улитовский Анатолий, сегодня вам расскажу, как правильно выбрать SEO-шника и сколько это стоит. Перед стартом продвижения стоит основная дилемма. Кто будет этим заниматься? У вас 4 варианта. Самостоятельно, наемный сотрудник, фрилансер или студия. При самостоятельном продвижении вы можете контролировать бюджет полноценно. Это действительно классный вариант, но только если у вас есть необходимые знания и время. Успешный SEO-шник тратит несколько часов в день только на теорию, новости, блоги, форумы. Остальное время он тратит на другие процессы внешнего и внутреннего продвижения. Подумайте, готовы ли вы потратить это время? Возможно ли быть успешным в своей сфере и сфере продвижения? Это скорее всего вариант быть посредственным везде, чем успешным в одном. Второй вариант это наемный сотрудник. Успех во многом зависит от его квалификации, которую важно досконально проверить. Уровень зарплаты зависит от его знаний и вашего региона. В Киеве зарплата стартует от 200 долларов, в Москве от 800 долларов, в Нью-Йорке от 5000 долларов. При этом стоимость продвижения не будет ограничиваться только зарплаты. Будут дополнительные расходы за различные ресурсы, такие как Ахревс, Сербстаджет, Метрикс и другие. Без учета зарплаты суммарные расходы составят от 300 до 1000 долларов. Это зависит от выбранных тарифных планов. Дополнительные расходы за процесс создания ссылок. Потому что один специалист не может без посторонней помощи создавать множество эффективных и качественных ссылок. Цена зависит от стоимости выбранных ключей. Третий вариант – фрилансер. Это когда вы не хотите выделять отдельное рабочее место и покупать мощный компьютер, а также нести дополнительные расходы за SEO-сервисы. Основная масса клиентов хочет работать с фрилансерами по одной простой причине – это дешевле. Они не платят аренду, они не платят налоги, не содержат копирайтеров, администраторов, контент-менеджеров, верстальщиков, программистов. Давайте вспомним обычные жизненные ситуации. У вас когда болит зуб, вы идете в стоматологию к донтисту, а не к терапевту. Ему же помогают санитарки, медсестры. Все оборудование находится в больнице, а не у него на дому. Другая жизненная ситуация – вы пробили колесо в машине. Вам надо куда? На вулканизацию, а не на СТО. Там обученный специалист быстро решит вашу проблему. В каждой специализации есть множество направлений. Быть успешным во всем невозможно. Один в поле не воин. Продвижение сайта – это процесс, в котором участвуют специалисты разных направлений. Копирайтеры, дизайнеры, программисты, верстальщики, контент-менеджеры, SEO-специалисты и связывает всех их администраторы. Фрилансер не сможет выполнять все процессы качественно. Он также будет удаленно заказывать эту работу. Удаленные сотрудники стоят в три раза дороже. Поиск клиентов, поиск исполнителей, которые будут помогать в продвижении сайта, отнимают полезное время. Поэтому я рекомендую вам работать со студиями, у которых уже поставлена эта работа. А теперь перейдем к четвертому вопросу. Сколько стоит продвижение сайтов у студии? Стоимость продвижения зависит от выбранных ключей. Многие не уделяют этому достаточное внимание. Используя бесплатные инструменты Google Keyword Planner и Wordstat Яндекс. Такая работа не даст результата. Потому что каждый ключ имеет свою потенциальную стоимость. И бесплатные инструменты ее не измеряют. К примеру, вы находитесь в топе по выбранному ключу. Ваш трафик составляет 1000 человек и 10 000 долларов прибыли. Соответственно, ваши конкуренты плюс-минус могут получить этот трафик и эту прибыль. Мы на рынке не одни. Есть множество конкурентов. Они могут быть прямые и непрямые. Прямые конкуренты имеют тот же товар или услуги. Схожие условия доставки и продажи. Непрямые конкуренты это те, которые получают прибыль от полученного трафика другими методами. Даже если у вас нет прямых конкурентов в топе, поисковик все равно показывает по поисковым ключам множество других сайтов. Они являются нашими конкурентами в выдаче. Поэтому подбор списка поисковых ключей не надо делать быстро. Его надо делать правильно. Во-первых, вам необходимо подобрать множество поисковых ключей с помощью известных инструментов. Ахрев, серпстат, семрашки, коллектор, гугл кейворд плэнер, вордстат, яндекс, википедия, форумы и тому подобное. Следующий этап это фильтрация разного мусора, не целевых ключей. После этого вам необходимо распределить их по посадочным страницам. Здесь возможно три варианта. У вас есть существующие страницы, их необходимо улучшить или их необходимо создать. Конечно, при первом варианте у вас расходов нет. Если вы уверены, что ваш контент лучше, чем у конкурентов в топе, лишний раз лучше убедиться и проверить. Второй и третий вариант это дополнительные расходы. Стоимость зависит от количества выбранных страниц. Почему-то многие думают, что работы копирайтера достаточно. На самом-то деле контент это более широкое понятие. Сюда входит структура, инфографика, картинка, видео и другие эффекты мультимедия. При этом SEOшник должен потратить свое время на анализ рынка, сделать аудит юзабилити или техническое задание, а также проконтролировать его выполнение. Далее это уже работа копирайтера, дизайнера, программиста, верстальщика. Скажу лишь одно, не гоните за дешевым ценником, скупой платит дважды. Слабые специалисты не смогут создать качественный контент, а неопытные программисты вообще угробят результаты по SEO-продвижению. После создания высококачественного контента вам необходимо определить стоимость внешнего продвижения или создания ссылок. Многие используют параметры Google Keyword Planner, приблизительная ставка клика и уровень конкуренции. На самом-то деле этот инструмент был создан для контекстной рекламы и стоимость SEO может значительно отличаться. Поэтому для оценки уровня конкуренции в SEO лучше использовать платные инструменты, такие как Ahrefs, Majestic SEO, Moz, SEMrush. К примеру, Ahrefs обладает самой большой базой сайтов, 13 триллионов страниц, поэтому я рекомендую вам использовать его данные. Но вы не особо прогадаете, если будете использовать другие инструменты, они все довольно-таки качественные. Ahrefs измеряет этот параметр от 0 до 100. Чем ниже цифра, тем проще продвинуться. Не пытайтесь продвигать сложные ключи без соответствующего бюджета. Лучше всего выбирать менее конкурентные ключи и просматривать, какие виды ссылок есть у ваших конкурентов. Для каждой тематики работают разные виды ссылок. Это форумы, комментарии, гостевые посты, аутрич, публикации и тому подобное. Здесь нет четкой стоимости продвижения. Цены зависят от выбранных методов, черных или белых. Черные методы продвижения намного дешевле. При этом они дают более слабые результаты и существует риск получения санкций в виде фильтра пингвина или минусинска. В черных методах продвижения ссылки покупаются или создаются массово в виде контента для поисковиков, а не для людей. Белые методы продвижения не дают быстрых результатов. При этом они дорогостоящие. Мы платим не за ссылки, а за процесс создания ссылок, в котором надо привлекать программистов, верстальщиков, копирайтеров, дизайнеров. В белых методах продвижения невозможно создать множество ссылок. Но поисковику важно качество, а не количество. В заключении давайте рассмотрим 7 основных параметров, которые влияют на стоимость продвижения. На первом этапе необходимо провести следующие виды работ. Подборка списка ключей или составление семантического ядра. На этом этапе изначально важно подобрать огромное количество ключей, чтобы не упустить много интересных. Отсеять всякий мусор, оставить только целевые ключи. Важно правильно оценить их уровень конкуренции и сопоставить с бюджетом на продвижение. Это разовые работы. Цена колеблется от 50 до 300 долларов. Стоимость зависит от количества продвигаемых страниц и работу эту выполняет SEOшник. На втором этапе проводится аудит юзабилити или анализ контента конкурентов согласно подобранных ключей, поиск недостатков, написание технического задания на создание лучшего контента. На этом этапе важно обратить внимание на контент конкурентов, количество символов или слов, содержание текста, структура страницы, элементы мультимедиа, картинки, видео, инфографика. Это разовые работы с ценами от 50 до 500 долларов. Зависит от количества выбранных ключей и продвигаемых страниц. Выполняет такую работу SEO-специалист. На третьем этапе необходимо оценить стоимость создания контента согласно анализа конкурентов. Зачастую бывает, что контент уже создан, тогда его надо оптимизировать под выбранные ключи. Это также разовая работа с ценой от 50 до несколько тысяч долларов. Стоимость зависит от аудита юзабилити и уровня квалификации исполнителей. Такую работу выполняет целая команда – SEO-шник, копирайтер, дизайнер, программист, верстальщик, также контент-менеджер. На четвертом этапе выполняется технический аудит. Эту работу в основном выполняют с помощью известных валидаторов, но множество элементов необходимо проверять вручную, такие как работоспособность модулей. Это разовая работа стоимостью от 50 до 200 долларов. Выполняет ее SEO-шник. На пятом этапе задачи по исправлению технических ошибок передаются на программистов-верстальщиков. Это разовая работа со стоимостью от 50 до 500 долларов. Стоимость зависит от сложности цема с ядра вашего сайта и количества ошибок. На шестом этапе идет анализ ссылочной массы успешных конкурентов в ТОПе. После подробного анализа идет процесс создания ссылок, который влияет на ваши позиции. Это уже постоянная работа на протяжении процесса жизнедеятельности сайта. Цена от 300 до 50 тысяч долларов в месяц. Эту работу, как правило, выполняет SEO-специалист, но ему также помогает дизайнер, копирайтер, редактор и владельцы других сайтов. Стоимость зависит от количества создаваемых ссылок и качества выбранных площадок. Седьмой этап – это контроль результатов от выполненных разовых и постоянных работ. Выполняется проверка позиций, поискового трафика, реальных продаж. Вносится корректировка в ранее поставленные планы. Это постоянная работа, цена от 100 долларов в месяц. Выполняет ее SEO-специалист. 34% американских компаний вкладывают в SEO-продвижение от 10 до 50 тысяч долларов в месяц. Давайте посмотрим другую статистику. В 2008 году суммарный расход на SEO составлял 11 миллиардов долларов. В 2016 году – 65 миллиардов долларов. В 2020 году планируется расход на SEO 80 миллиардов долларов. Успешные сайты вкладывают в SEO-продвижение много, а работу для них выполняет команда специалистов разных направлений. Разделение труда – это то, что создал процесс эволюции. Поэтому я рекомендую вам работать со студиями, у которых уже есть соответствующий опыт, команда и множество отзывов. А если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал прямо здесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. На каждый вопрос мы обязательно дадим ответ. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok